Скажите, а когда я выздоровлю от РПП, мне так и придётся всё время контролировать свою еду? Мне так и придётся контролировать свой вес, потому что РПП может вернуться в любой момент, да, это всегда будет только ремиссия? А что будет со мной, с моей жизнью? Вот я буду приходить домой вечером, и обычно я ем, а что я буду делать? Сегодня я рассказываю о том, что останется после того, как РПП уйдёт. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моём канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения, о самых разных вещах, которые связаны с расстройствами пищевого поведения, о том, как с ними жить, как от них выздоравливать. А сегодня я конкретно буду рассказывать о том, что останется с вами, к счастью или к несчастью, после того, как ваше РПП уйдёт, после того, как вы выздоровеете. Это непраздный вопрос, потому что очень часто меня об этом спрашивают. А люди, клиенты, ведь люди часто живут с РПП половину своей жизни, большую часть своей жизни, десятилетиями. И это такая важная часть жизни, РПП, она так на всё влияет, она прорастает абсолютно во все сферы. И если вот это всё убрать, что останется? Но прежде чем я начну, как всегда, я вас прошу подписываться, ставить лайки, не забывайте, пожалуйста, вы всегда можете помочь каналу продвинуться и помочь другим людям с расстройствами пищевого поведения находить эти видео, и, может быть, они будут чем-то для них полезны. Так вот, что же останется у меня, если РПП уйдёт? И после того, как РПП уйдёт, вообще оценить вот это вот, извините, вот это вот, что у меня останется, можно по четырём параметрам, как мне кажется. Это, во-первых, что будет с едой, что останется, что, подождите, я записывала, что будет со мной, что останется от меня без РПП, что будет с моим телом, с чем я останусь в итоге? Это, наверное, очень важный вопрос для людей, которые ещё не выздоровели. И четвёртый вопрос, а что вообще будет с моей жизнью? Как она будет выглядеть без РПП? Начнём по порядку. Что же будет с едой, что будет с контролем, что будет вот с этой необходимостью всё время, всё время, всё время контролировать, что ты ешь, сколько ты ешь, ешь ли ты вообще, или, может быть, ты ешь слишком много. То есть всё время контролировать еду и всё время следить за тем, чтобы не свалиться опять в какое-то РППшное поведение или в какое-то РППшное питание, будь то запреты на еду или переедание. На самом деле я должна сказать, что точно, совершенно с вами останется, это способ реагирования на проблемы. Потому что когда вы выздоровеете от РПП, к сожалению, жизнь останется... Жизнь — это будет жизнь. Мир такой же, люди такие же. Могут происходить какие-то тяжёлые ситуации, несчастье, стресс, разочарование. Всё это может происходить, и это может не зависеть от вас. Что, скорее всего, останется с вами — это способ реагирования. Если у вас была анорексия, вы по-прежнему в стрессовых, в сложных, в тяжёлых для вас ситуациях будете переставать есть. Потому что когда вы теряете вес, когда вы голодны, это вас успокаивает. Это физиология. Это уже не про анорексию как таковую. Когда вы голодны, вас это успокаивает. Вы чувствуете большую концентрацию. Поэтому когда будет что-то происходить, что будет требовать от вас собранности и концентрации, вы, скорее всего, будете переставать есть с высокой долей вероятности. А если вы относитесь к группе переедающих РПП, то есть это булимия и компульсивное переедание, скорее всего, в сложных ситуациях, особенно вовлекающих эмоции, какие-то переживания эмоциональные, скорее всего, вы будете есть. Вы можете переедать. Это ваш способ реагирования, потому что вы успокаиваетесь, в отличие от анорексиков. Когда едите, еда успокаивает, она как бы гасит вашу симпатическую нервную систему, всю вот эту тревогу, и слегка подтягивает парасимпатическую нервную систему. То есть вы успокаиваетесь, вы просто как бы выдыхаете немножко, и вам становится попроще. Вот этот способ реагирования, который вовлекает физиологию, он, скорее всего, останется. Что изменится при этом? Изменится при этом то, что уйдут эмоции, уйдут вот эти тяжёлые переживания из-за того, что я поела, я не поела, уйдёт желание очищаться, уйдёт вот эта потребность, точнее, это же не желание очищаться, это потребность в очищении. То есть уровень, градус эмоций снизится до какого-то адекватного уровня. Потому что, как вы, конечно же, знаете, среди людей, у которых нет РПП, всё равно есть люди, которые теряют аппетит во время стресса, или начинают есть от стресса. Такие люди есть, это не связано с РПП, это ваш способ реагирования. Но люди, которые едят от стресса или теряют аппетит от стресса, они переживают из-за стресса. Они не переживают из-за того, что они потеряли аппетит или из-за того, что они много поели, как правило. Но если переживают, то так вот же ж, блин. Ну вот таким образом. То есть они не готовы умереть из-за этого. Они не готовы себя ненавидеть за это. И вот так будет у вас. То есть вы можете обнаруживать, что вы опять едите, что вы заедаете, поедаете, но это не будет у вас вызывать стыда, какого-то переживания тяжелого, самообвинений. Вы такие, ну вот, блин, переела, ну ладно, ну окей, больше постараюсь так не делать. Вот так это будет происходить. Но происходить, скорее всего, будет. Контролировать постоянно еду, вот контролировать, чтобы не переесть, держать свой аппетит в узде, или наоборот, если у вас анорексия, все время следить, чтобы как бы там вот, как бы нечаянно не свалиться в голод. Нет, вот этой необходимости не будет. Появятся какие-то нормальные здоровые реакции, какое-то спокойное отношение к еде, то есть вот этот контроль по часам, я должна поесть, а то я буду слишком голодная. Или я не должна есть раньше трех часов, между завтраком и обедом должно пройти столько-то часов. Вот это точно уйдет. Вот этого не будет с выздоровлением от РПП. Вот этого не будет. Будет спокойное отношение к еде, как у здоровых людей. То есть сейчас примерно обеденное время, я проголодался, надо бы что-то поесть. Что еще останется? Вот надо было сказать, что еще останется? Еще останутся вкусовые предпочтения. То есть булимики, скорее всего, даже выздоровав от булимии, будут предпочитать какую-то диетическую простую кухню. Как они это делали во время булимии? Потому что булимики не гонятся за вкусом. В отличие от людей с компульсивным перееданием и анорексиков, булимики равнодушны к этим всем вещам. И они, скорее всего, примерно так и продолжат питаться. Люди с компульсивным перееданием, скорее всего, по-прежнему будут любить сладенькое и углеводистое. Ну и как все остальные люди, им придется немножко за этим посматривать, потому что сладенькое есть сладенькое, и там как бы всем известные проблемы со здоровьем могут возникнуть. А с анорексиками они будут тяготеть, скорее всего, к малым объемам. Всегда предпочитать что-нибудь такое небольшое, маленькое. И вполне можно и с небольшим и маленьким получить достаточное количество калорий. То есть маловероятно, что человек с анорексией когда-нибудь начнет есть мисками, если только он не в фазе страшного голода или переедания. Мы говорим о выздоровевших людях. Вот так это будет, скорее всего. Что касается того, что будет со мной, что останется, какой буду я, что совершенно точно останется с вами после выздоровления, это тип личности. Потому что на самом деле не РПП создает ваш тип личности. Я говорю о том, что тип личности определяет, какое конкретно РПП человек выберет. То есть в зависимости от того, какой это человек жесткий или мягкий, или такой вот злой, склонный, ну не злой, плохое слово, но такой склонный реализовывать свои чувства через агрессию, или через борьбу, или скорее через замирание. Вот этот тип личности у вас останется, потому что вы таким человеком родились. На это уже наслоились травмы, которые определили ваш способ реагирования, ваш тип привязанности, ваш какой-то травматический тип травматических реакций. То есть кто-то плачет, кто-то злится, кто-то кидается в драку, кто-то, как я сказала, кто-то вообще, кто-то уходит в изоляцию. Это способ травматического реагирования. Это уйдет. А вот тип личности останется. Это значит, что... Это значит, что люди с анорексией, даже после того, как они выздоровеют, они останутся такими очень сдержанными, закрытыми, контролирующими себя, своё поведение и свои эмоции. Местами жёсткие даже. Они будут по-прежнему играть по своим собственным правилам и ожидать от других, что они будут играть по их правилам. Они останутся требовательными к себе и требовательными к окружающим. Они будут такими немножко, знаете, людьми в себе такими. Следить за тем, что они предъявляют миру. Даже после выздоровления. Булимики после выздоровления, вероятнее всего, останутся трудоголиками и достигаторами. Они будут по-прежнему много работать. Они будут хотеть каких-то совершений. Они останутся по-хорошему жадными такими. Им будет всё время мало. Им будет хотеться больше и того, и того. И они будут готовы за это бороться. Они будут готовы... Они будут готовы что-то для этого делать, если надо там где-то и не поспать, и поупираться. Они будут в том числе немножко опасаться, вожелать слишком многого. Они будут периодически задавать себе вопрос, а имели я на это право, а то, может, я как-то чересчур. Они останутся заботливыми, потому что люди с булимией склонны заботиться о других. Это всё останется даже после выздоровления. Что ещё очень важно, булимики, даже когда болеют, они очень много усилий тратят на то, чтобы поддерживать имидж счастливого человека. Человеку, у которого всё хорошо. Ну, в общем и целом. Вот это тоже, скорее всего, никуда не уйдёт, и просто станет менее важным. Что касается людей с компульсивным перееданием, то они останутся добрыми, мягкими, дружелюбными. У них останется их социальное взаимодействие, вот эти друзья. Они будут по-прежнему готовы помогать людям и будут готовы принимать помощь от других людей. Они будут заботиться. Они будут иногда из минусов, они будут чувствовать такую прежнюю неловкость за себя, немножко за свою неуклюжесть или неповоротливость. И что ещё интересно, чем отличаются люди с компульсивным перееданием, по сравнению с анорексиками и булимиками, люди с компульсивным перееданием гораздо более лёгкие на подъём. То есть там куда-то поехать, где-то затусоваться, куда-то отправиться с друзьями, там, не знаю, на три дня, на неделю. Вот люди с компульсивным перееданием в этом отношении намного смелее, потому что люди с анорексией предпочитают всё знать заранее. А как можно знать заранее, если ты едешь куда-нибудь, я не знаю, на Камчатку, и там вообще всё плохо запланировано, и то ли мы пойдём туда, то ли сюда, то ли вообще будем жить в палатках. Анорексики такого не любят, могут, но не любят. Они предпочитают всё знать заранее. А булимики, а булимикам всё равно всё время некогда. Их даже если куда-то люди будут звать, перебегут какие-нибудь друзья, скажут, поехали. Булимики скажут, не, вы что смеетесь, у меня столько работы, давайте запланируем через год. Вот через год у меня будет отпуск, там у меня будет месяц. С удовольствием, может быть, если не появится другой работы. Вот так это будет. То есть люди с компульсивным перееданием останутся живыми и останутся такими очень-очень-очень социализированными, с большим количеством друзей и с готовностью всем помогать, всем отдавать и обо всех заботиться. Как и булимики, но у булимиков гораздо меньше социальных контактов. А что изменится? Изменится то, что из этого исчезнет нейротизм, нерв из этого исчезнет. Такая, знаете, такая потребность, когда ты должен это делать, а не то. Вот это вот. Если я не буду вот таким, тогда какие-то высшие силы, по сути люди, меня накажут за это. Жизнь меня за это накажет. Я должна быть такой, потому что когда я не такая, то происходят какие-то плохие вещи. То есть это перестанет, это станет естественной реакцией. И второй важный момент. Вы научитесь, вы сможете получать, не научитесь, вы сможете получать от этого удовольствие. Потому что когда вы это делаете, всё то же самое, но внутри РПП, там у вас главная задача, как я уже сказала, избежать негативных последствий. Когда вы будете делать это без РПП, вы будете это делать действительно из удовольствия. То есть не ехать с друзьями, потому что если я с ними не поеду, они больше меня не позовут и перестанут со мной общаться. А ехать с друзьями, потому что мне классно от этого. Работать много не потому, что иначе я ничего не добьюсь, моя жизнь развалится, и вообще кому я такая буду нужна, а потому что вы от этого реально получаете удовольствие. Вам это нравится? И это большая задача на самом деле для булимика признать, что быть трудоколиком ему нравится. Это прям, вот знаете, многие психологи прям сильно этим озадачены, которые всё время говорят, перестань так много работать, зачем ты так много работаешь? Ты должен прекратить так много работать. Или анорексики, которые тоже вот они такие собранные, сконцентрированные, они так всё у них по-своему. Ну, они такие. И в этом нет ничего плохого. И пытаться их тоже... Ну, их, конечно, хочется, анорексиков, я всегда говорю своим клиентам с анорексией, что их очень хочется испортить. Они как-то уже очень стараются быть хорошими, их всегда хочется испортить немножко, так знаете. Но в общем и целом, даже испорченный анорексик, он всё равно хороший, он всё равно правильный, хороший человек, который, однако, может прилично так прозазлиться, если кто-то другой не старается и не на высоте. Потому что анорексик всегда старается и всегда на высоте. Но может и не разозлиться, потому что анорексик может сказать, ну, им можно, ладно. А мне не пристало. Вот. То есть исчезает из этого нерв, исчезает такая болезненная потребность всё это делать, исчезает страх из этого всего. Ну, а, собственно, сами действия остаются. А что касается тела? Что останется? Большинство людей с анорексией боятся, что останется лишний вес. То есть я же наберу в процессе выздоровления, а потом я должен буду как-то вот, значит, с этим жить и принимать. На самом деле нет. А с высокой долей вероятностью, даже если вы, как бы это сказать, вы сможете жить с собой в любом весе. Вам не будет хотеться, вы не будете себя ненавидеть, вам не будет хотеться себя там как-то порезать, наказать, ещё что-то с собой сделать, чтобы не быть в этом весе. И вы будете к этому относиться нормально и спокойно. Но с высокой долей вероятности вам всегда будет хотеться быть стройной или стройным. И вы всегда будете обращать внимание на свой вес. Просто, как я уже сказала, без страха и ненависти. Но вы будете посматривать за этим. Вы будете так, как бы поднабрала бы, надо что-то похудеть бы. То есть, скорее всего, эта тематика не уйдёт. Но, опять же, для успокоения можно сказать, что большинство людей так или иначе озабочены своим весом и тем, как они выглядят. То есть, это, скорее всего, останется, но на каком-то гораздо более здоровом уровне. То есть, там будет очень мало эмоций с этим связанных. То есть, ну, потолстела, похудела, ну, рыдать из-за этого никто не будет. Вот это 100%. Второй момент, с чем вы останетесь? Вы останетесь со всеми, к сожалению, медицинскими осложнениями. То есть, если у вас изменился гормональный баланс в организме, он, скорее всего, останется. То есть, если ваши почки не выводят воду в нужном количестве, скорее всего, вам придётся как-то так вот и соблюдать какую-то диету или как-то там пить какие-то травки, чтобы всё-таки избавляться от этой воды. У вас, скорее всего, останутся запоры. Они могут остаться очень надолго. И вам тоже это придётся как-то учитывать там, в зависимости от того, как вы питаетесь и так далее. У вас, скорее всего, останутся все вот эти вот попорченные зубы, у кого они попорчены, слабые кости, если мы говорим об анорексиках, какие-то не суперпростые взаимоотношения с менструальным циклом и часто тоже анорексиков. Ну, в зависимости от того, в каком возрасте они попали в этот самый низкий вес. И так далее. Всякие рефлюксы, сжоги и там попорченные суставы у людей, у которых был очень высокий вес. Вот это всё останется. И с этим тоже придётся иметь какое-то дело. Но в общем и целом я должна сказать, что люди с РПП, как это ни парадоксально, очень часто выходят из РПП с гораздо меньшими проблемами, чем можно было бы ожидать. С гораздо меньшими. Потому что, казалось бы, вот как так можно, да? Вот как можно там 10 лет принимать слабительное горстями, а иметь просто потом какие-то там запоры, такие же, как у кого-нибудь, кто ничего подобного не делал. Мало ли у кого такая проблема может быть. Или как можно столько лет иметь лишний вес и иметь проблему с коленями такую же точно, как имеет человек, у которого особо никогда лишнего веса не было. Но у него тоже такая же склонность к артрозам, например. То есть с гораздо меньшими проблемами люди выходят на удивление. А ещё один важный момент про тело. Вы останетесь со своим метаболизмом. То есть переедающие РПП, это компульсивное переедание и булимики, будут очень легко поправляться, к сожалению. А анорексики будут очень легко худеть. У анорексиков это часто так. Вот если только они перестают переедать, ну там на восстановлении, на выходе из анорексии, анорексики часто переедают и набирают вес. Но как только они перестают переедать, там один приём пищи пропустил, минус килограмм. Часто это долго так. Всю жизнь, не всю жизнь сказать сложно, но это долго. Это такой метаболизм. Вот с этим вы тоже останетесь. Хорошо это или плохо. И четвёртое, если говорить о жизни вообще, с чем вы останетесь, там тоже всё не так просто, потому что, во-первых, вы останетесь со своей вот этой вот базовой установкой. Как бы. Потому что анорексики, скорее всего, и потом, дальше, на протяжении жизни, будут так помнить немножко о том, что любовь так просто не даётся. И для того, чтобы тебя любили, ты должен быть вот каким-то таким, ну вот, каким-то вот достойным любви. И они всегда будут, скорее всего, об этом помнить и так немножко контролировать. Так я как бы достойен любви или я что-то тут где-то подупустила. Вот. Есть такая у них особенность, вот это желание тоже всё делать правильно, всё знать заранее, и в том числе, и как ко мне отнесутся, если я. Потому что вот это быть достойным любви, это такая основная, основная, как я сказала, базовая настройка, с которой, конечно, в терапии можно работать, но она настолько вшита, вшита вот в сознание, в психику, что убрать её полностью, как правило, не удаётся. Что касается булимиков, то булимики, как правило, будут всю оставшуюся жизнь, как бы это сказать, компенсировать или получать право на своё существование. Булимику важно знать, что он имеет право на существование. То есть он приносит пользу какую-то, он там как-то кого-то спасает, как-то кому-то помогает, занимается каким-то важным делом. Для него это прямо вот важно, чтобы был какой-то смысл, который даёт ему понять, что в его существовании тоже есть смысл. Потому что у булимиков вот эта идея о том, что я должна компенсировать как бы миру своё существование, я должна как бы доказать, что я тут не зря и имею право, оно так не вербализируется, оно такими словами не осознаётся, но оно есть. А что касается людей с компульсивным перееданием, то скорее всего до конца своей жизни они будут избегать ситуаций, связанных с агрессией и насилием, ситуацией, которые могут причинить им боль. Вот они склонны избегать этого, они с радостью идут в ситуации приятные, какие-то там вот такие хорошие, полные позитивных эмоций. А если только где-то возникает какой-то риск почувствовать себя плохо, боль, там кто-то ко мне плохо относится, они сразу такие во-во-во и сливаются оттуда. Вот это тоже способ, это тоже их базовая настройка, что если только меня делают больно, не-не-не-не-не, не дай бог ещё физически, они там на меня орут, не дай бог, мне настолько это невыносимо, что я просто сразу жарать в ответ не буду, я просто уйду оттуда и больше никогда не вернусь. Вот. Потому что анорексик какой-нибудь или булимик, ещё он в ответ наорёт. Ой, важную вещь не сказала про еду. Так, подождите, а про жизнь я всё сказала? Не всё, потом скажу про еду. Про жизнь. То есть вот это останется, вот эта базовая настройка. Второе, что у вас останется, это отношения. У людей с РПП, как правило, так или иначе отношения сильно страдают. Во-первых, у них изначально есть проблемы часто в отношениях. Это какие-то отношения там с мамой, с братьями, с сёстрами, с лужьями, с жёнами. Это часто всё как-то так вот запутано. Там много... Часто это бывает токсичным, часто это бывает каким-то болезненным. Вот это всё останется, потому что как бы вы не прорабатывали, да, своё РПП, как бы вы не понимали, что вот, допустим, там ваши отношения с матерью токсичны, вам придётся либо остаться с ними, либо разрывать их. То есть вам придётся что-то с этим делать. Что-то с этим делать. Всё равно. То есть принимать какие-то решения уже вне РПП. Очень часто отношения нарушаются, потому что жить с человеком с РПП тяжело. И разрушается дружба, разрушается любовь, страдает, ещё какие-то претензии накапливаются друг к другу. С этим тоже потом придётся иметь какое-то дело. То есть вот эти отношения, которыми выздоровели вы или не выздоровели, вам нужно будет разбираться. И третье, с чем вы останетесь в вашей жизни, это память. Вы будете помнить, вы не забудете свои травмы, как бы вы их не прорабатывали. И вы не забудете, что такое жизнь с РПП, как бы вы ни старались. И эта память останется. Она не будет болеть. Или почти не будет болеть. Но вы не забудете. То плохое, что с вами произошло, то плохое, что привело вас в РПП, останется с вами. К сожалению. Но, как я уже сказала, не один раз на гораздо более низком уровне. Так, а что я хотела добавить про еду? Я хотела добавить про еду, что и про еду, наверное, про структуру личности, что для... А я вроде как это сказала, что для людей с анорексией и компульсивным перееданием очень важно удовольствие. Вот им надо, чтобы... Им нужно чувствовать удовольствие в теле, особенно людям с компульсивным перееданием. Всякие там массажи, поглаживания, вот это всё. Анорексикам очень важно получать интеллектуальное удовольствие. Им должно быть интересно. Им должно быть интересно. А булимикам очень важно получать удовольствие от самореализации. Они прямо вау! Я сделала то, я сделала это, я тут молодец, а там молодец. Но с едой так же. Вот я сказала, что... Почему про еду? Что... Да, сказала, что булимики и... Булимики обычно более равнодушны к еде, к её вкусу и к удовольствию от еды. А люди с компульсивным перееданием и анорексией больше. Вот. С чем ещё плохим можно остаться после РПП? После РПП существует довольно приличный риск остаться с зависимостью. Не пищевой. Я имею в виду алкогольная или наркотическая зависимость. Раньше вообще считали, что люди с РПП имеют так называемый зависимый, аддиктивный тип личности. То есть это люди, которые постоянно находят себя, от чего бы им позависить. От отношений, от игр, от алкоголя, от наркотиков. То есть вот прям ищут что-нибудь. Если даже с РПП или без РПП, они очень легко могут стать зависимыми в отношении чего-то ещё. На самом деле, несмотря на то, что дофаминовый путь у людей, по крайней мере, с булимией, это то, что было выяснено, работает примерно так же, как и у наркозависимых, но на самом деле РПП это независимость. Оно никогда не было зависимостью. Оно вообще ни разу независимость. Но смысл в чём? РПП появляется для того, чтобы вытеснить травмы. И зависимости, как считаются, алкогольное и наркотическое, появляются ровно для этого. Счастливые люди, как считается, как правило, не становятся ни алкоголиками, ни наркоманами. То есть всё равно должна быть какая-то изначальная травма, с которой человек как бы вот пытается бороться и находит себе вот это. Вот это знаменитое снять стресс, знаете, вот это всё. Потому что есть какие-то переживания, которых много, есть какие-то эмоции, с которыми человек не справляется, и он прибегает к помощи. То есть смысл один и тот же. И РПП, и зависимости химические или игровая зависимость используются для того, чтобы уйти от реальности. А точнее, не столько уйти от реальности, сколько, ну да, уйти от реальности. Причём РППшники уходят от реальности тем, что они просто фокусируются на вот суперважной для себя теме, это тело, еда и вообще, как я выгляжу. А люди, которые развивают в себе алкогольную, наркотическую или игровую зависимость, или любую другую, или любовную зависимость. Секундочку. Телефон. Секундочку. Я на стуле. Вот. Так вот. И здесь существует риск реальный, что вот эти зависимости останутся. Они могут появляться одновременно с РПП, до РПП, после РПП, не суть важна. Но с ними придётся иметь дело. С ними придётся тоже идти куда-то там, специалисту, в 12 шагов, кто куда, и разбираться отдельно. Потому что тут уже как бы работой с травмой одной не разберёшься, потому что тяга, возникает тяга. То есть, если мы говорим о химической зависимости, то там все куча метаболических путей подстраиваются, подстраиваются под то, чтобы как-то что-то с этим делать, с попавшей химией в организм. И плюс, конечно, дофаминовый путь, который ждёт этой гиперстимуляции, он тоже всё время будет от вас требовать. Давай, 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 давай. С точки зрения зависимости, наверное, даже не компульсивное, а вот это эмоциональное переедание, наверное, компульсивное тоже в таком, знаете, понимании, не когда это приступами, а когда человек целыми днями ест. Вот там ближе всего структура к пищевой зависимости, там вот тоже дофаминовый путь, который всё время требует вот этой дополнительной стимуляции, там тоже может возникать тяга. не у чистого компульсивного переедания, не у классического, когда приступы есть, а когда человек ест практически постоянно, всё время, то есть с утра до вечера ест. Вот там есть риск формирования зависимости. Вот, с этим тоже вы можете остаться, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. ну вот так, собственно. Наверное, добавить больше нечего, потому что мой любимый раздел «Что делать?» он здесь не очень актуален. Что делать? Ну что делать? Выздоравливать от РПП? Всё не так плохо, потому что после выздоровления от РПП первое, что меняется, это качество жизни. Вот это всё, изменение отношения к себе, изменение отношения с окружающими, когда вы не сфокусированы на еде 24 на 7, и на том, как вы выглядите, когда вы не рыдаете, не ненавидите себя и не готовы себя убить за то, что вы выглядите как-то не так, за то, что вы урод, как вам кажется. Это всё про качество жизни. После выздоровления от РПП вырастает качество вашей жизни. После выздоровления от РПП человек может быть счастливым. Я не видела ни одного счастливого РППшника. А на рексике, как бы счастливы первое время, когда они худеют. Но это такое ложное счастье. Это первые, я не знаю, полгода, ну может, если очень повезёт, год. А на рексике счастлив. А потом он несчастлив. Потом он очень несчастлив, этот на рексике. И у него в жизни превращаются в такие «Ой, немножко радости, я похудел, кошмар, 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 меня заставляют есть, это ужасно, меня всё равно все не любят, я всё равно самый ужасный, я всё равно самый жирный, я всё равно самый плохой». И в общем ад и катастрофа. Про булимиков вообще понятно, что у них жизнь как кошмар воспринимается. а у людей с компульсивным перееданием столько стыда, столько самообвинений, столько вины, что это тоже как бы счастьем назвать очень сложно. А когда все эти переживания, все эти эмоции уходят, вы наконец-то, вы наконец-то получаете способность быть счастливым, радоваться, наслаждаться, и в общем чувствовать себя хорошо. всё, всё, что я хотела сказать о том, что останется у вас после РПП. А психологам, если вдруг такие есть и досмотрели до конца, я хочу напомнить про мой семинар, который пройдёт 9 декабря. 9 декабря есть объявление у меня на канале. Пожалуйста, приходите. Буду рассказывать о том, что наука знает про РПП сейчас и что я лично знаю про РПП. Вот. И подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки на них в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там всегда можно пообщаться в группе для общения. И ищите меня через социальные сети, если я вам нужна. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok